Дикие кувшинки не рекомендуется высаживать в садовых прудах. Дикие кувшинки отцветут гораздо быстрее по сравнению с их селекционными родственницами. Именно поэтому лучше купить сортовую кувшинку. Если вы хотите перенести в ваш пруд какие-то дикорастущие растения, то выбирайте более мелкие экземпляры так, чтобы ни их размер, ни количество не подавляло общее приятное впечатление от вашего пруда. Это не очень красиво, когда пруд так зарастает, что больше не видно воды. Нельзя выкапывать дикие охраняемые растения. Не перестарайтесь с количеством растений, поскольку дикие растения в условиях садового пруда растут гораздо быстрее своих дикорастущих собратьей. Вот так мой пруд выглядел изначально. А этот снимок был сделан через пять недель. Видно, что растения заметно разрослись и уже зацвела кувшинка. Водные растения высаживают в пластиковые контейнеры в глинистую почву и сверху присыпают галькой. В глину можно добавить медленно растворимые удобрения, разработанные специально для прудовых растений. Кувшинки нуждаются в больших контейнерах и в зависимости от сорта их обычно высаживают на глубине 60-90 сантиметров, но есть и такие сорта, которые высаживаются на мелководье 30 сантиметров. Проверьте требования сорта при покупке кувшинки. Также следует помнить, что листья кувшинок не переносят брызги фонтана и сильное течение воды. В условиях климата Латвии кувшинки должны успешно зимовать на глубине 90 сантиметров, но все зависит от степени промерзания водоема. Другие растения высаживаются на соответствующих их сорту глубинах. Именно по этой причине же мы и делали ступени 30-60-90 в нашем пруду. При покупке растений также поинтересуйтесь, можно ли их оставлять на зиму в воде или придется вынимать на зимний период. Как я высадила растения? Кувшинку я высадила на глубине 90 сантиметров, все остальное на глубине 30 сантиметров. Почву или, если быть предельно точной, готовый грунт для посадки я привезла из ближайшего естественного водоема вместе с тремя видами диких растений. Вместо контейнеров я использовала остатки пленки ПВХ и сшила из нее эластичные горшки. Их было очень удобно размещать между камнями. Теперь по поводу рыбы. О ней я косвенно упоминала в нескольких сюжетах и по большому счету этот вопрос мог бы стать отдельным видеокурсом. Я лишь ограничусь тем, как мы решили этот вопрос. Я попросила у знакомого рыбака отдать мне ту мелюзгу, которую он обычно скармливает своему коту. Идея была такая, запустить несколько обычных рыбешек и содержать их только до зимы. Таким образом мы запустили три карася. Конечно же кой карпы или золотые рыбки были бы более элегантным дополнением, но их поздней осенью как-то наверное было бы жалко скормить котам. А мучить их зимовкой без надлежащего ухода тоже не хочется. Но к надлежащему уходу и с этим сопряженной головной болью мы пока не готовы. Несмотря на беспомпезность нашего выбора, караси нам доставили огромное удовольствие. Они быстро освоились и привыкли к ритуалу вечерней кормежки из пенопластового круга. В следующем сюжете я дам вам несколько советов по уходу за прудом.